Эль все конфискованные лекарства и медикаменты были переданы в больницы города Душанбе. За один в Душанбе выявили пять случаев искусственного повышения цен на лекарства, продажи просроченных лекарственных средств, сообщает пресс-служба УМВД по городу Душанбе. Один из задержанных устроил продажу прямо в салоне собственного автомобиля. По подозрению в продаже предметов медицинского назначения по завышенным ценам на автомобиль Эликсус, Гасномер, 8787РХ01, был задержан 27-летний житель Душанбе от горбой Бабоев. Во время обыска его квартиры в районе Рудаки было конфисковано более 100,5 тысячи перчаток. Упаковка таких перчаток стоит примерно 45 самони, а он продавал по 180 самони. Цену на медицинские маски, которые стоят 2 самони, он завысил до 10 самони, сообщает пресс-служба. Также у него изъяли 59 медицинских очков, 10 тысяч пустых коробок для медицинских перчаток, 50 коробок для бахил. Расследование показало, что задержанный без соответствующего образования и лицензии занимался производством, хранением и продажей медицинских средств в условиях антисанитарии. Также следует отметить, что задержанный Бой Бабоев в короткие сроки приобрел две дорогие иномарки Lexus RX 350, отмечает пресс-служба. Во время операции душанбинская милиция также задержала Фаизул Алиева, который необоснованно поднял стоимость лекарств в 4 или 5 раз. Он был задержан в момент продажи капсул препарата орбидол за 250 самони. Обычная цена установлена на уровне 40 самони за капсулу. Кроме того, он продал более 90 защитных масок стоимостью 20 самони за 40 самони и 19 медицинских халатов стоимостью 110 самони за 220 самони, сообщает пресс-служба. По данным столичной милиции во время рейда в аптеках Арион Фарм и Азис Вака сотрудники милиции изъяли 95 капсул орбидола, большого количества батферона, анаферона и циклоферона, которые тоже продавали по завышенной цене. В отношении задержанных правонарушителей подготовлены материалы для возбуждения уголовного дела. Все конфискованные лекарства и медикаменты были по линии управления здравоохранения города Душан-Бе переданы в больницы столицы. Операция аптека для выявлений наказания лиц, искусственно завышающих цены на медикаменты, продолжается, отмечает пресс-служба столичной милиции. При этом, столичная милиция призывает аптекарей и предпринимателей не пользоваться трудным моментом, тем более в священный месяц рамазан.